Дожди продолжаются и во вторник. Синоптики объявили очередной желтый код в связи с нестабильностью погоды. Предупреждение уже вступило в силу и продлится до двух часов ночи 5 июня. Ожидаются грозы и дожди, местами ливни. Порывы ветра могут ускориться до 20 метров в секунду. 3 июня стихия прошлась по югу страны. По Гагаузскому силу Копчак прошлись ливни с грозами и выпал град размером с черешню. Кадрами поделились местные жители. Вечером 3 июня в Чадерлунге загорелось заброшенное здание. Пожар вспыхнул рядом с магазином бытовой техники. Экстренные службы оперативно сработали и предотвратили распространение огня на соседние здания. Мэр города Анатолий Топал заявил для одного из гагаузских порталов, что едва ли причиной пожара стал удар молнии, как это написали в СМИ. Ведется расследование. А пока в Молдове только желтый код, в Румынии он красный в 12 уездах и оранжевый в остальных. По соседней стране прошлись ливни, град и сильный ветер. Несколько регионов потерпели серьезный ущерб. Его размеры пока не подсчитаны. Работы спасателям хватит надолго. Они убирают упавшие деревья, восстанавливают линии электропередач и рекламные щиты. Десятки домов оказались затоплены. В уезде Харгита без электричества остались более 10 тысяч домов в 41 населенном пункте. Десятки обысков и конфискация крупной суммы на севере страны. Утром 4 июня офицеры Национального антикоррупционного центра нагрянули в отделение налоговой службы в Бельцах, Шалдонештах, Сороках, Фалештах и Флорештах. Ранее в ходе расследования правоохранители установили, что с 2023 года налоговики брали взятки за сокрытие налоговых нарушений, включая принятие возмещения НДС. Полученные деньги сотрудники ведомства делили между собой. В результате 36 обысков, проведенных в домах, транспортных средствах и рабочих кабинетах государственных служащих, были изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу, в том числе финансовые средства на общую сумму 1 миллион 500 тысяч леев. В настоящее время подозреваются 5 человек, один из них задержан на 72 часа. Правоохранители задержали заместителя начальника главного управления контроля налоговой службы Лилиану Масаретти и налогового инспектора из Сорок. Правоохранители получили жалобу, в которой говорится, что Масаретти получила взятку от подчиненной за то, чтобы установить линию ежемесячную прибавку к зарплате. Сама чиновница заявила журналистам, что закон не нарушала. В Национальном антикоррупционном центре предоставили запись телефонного разговора между налоговым инспектором и представителем одной из компаний. Налоговые службы сообщили, что сотрудничают со следствием и заявили о нулевой терпимости к любым коррупционным действиям инспекторов. Расследованием руководит прокуратура муниципи Кишинев. Антикоррупционная прокуратура провела в Молдове 33 обыска у 12 человек. Следствия ведут Молдова и Франция при содействии ФБР и США. Правоохранители расследуют уголовное дело о подкупе госчиновников из республики и других стран. 4 июня детали сообщила глава антикоррупционной прокуратуры Вероника Драголин на пресс-конференции. Группа лиц из разных стран реализовала коррупционную схему, чтобы лица, в отношении которых Интерпол публиковал красное уведомление, могли получать убежище или статус беженца в Молдове или других странах. Целью было заблокировать и удалить уведомления Интерпола об их розыске, а деньги за это получали чиновники, в том числе в Молдове. Следствие установило, что в схеме участвует международная преступная организация, связанная с лицами в России, Украине, Беларуси и других странах. Также организация подозревается в совершении масштабных киберпреступлений. Ее участники давали взятки посредникам и должностным лицам в Молдове, чтобы те информировали разыскиваемых преступников о статусе красных уведомлений Интерпола. В ходе обысков изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и компьютеры, а также документы, которые могут стать доказательствами преступлений. Четверых человек задержали на 72 часа. Власти нашли новый офис для сотрудников антикоррупционной прокуратуры. Новость объявил председатель парламента Игорь Гролсу на одном из телеканалов. По словам чиновника, здание находится в центре столицы. Здание нашли, да. Где? Ну, в центре. Будет в центре. Я не знаю, если уже объявили публично, но, насколько я знаю, уже нашли. Там есть одна институция, ее попросит очень вежливо, чтобы они постелились. Что за здание такое? Ну, очень скоро. Ну, и коллеги с антикоррупционной прокуратуры, они уже знают. Наверное, знают. Ньюсмейкер обратился за уточнениями к представителям антикоррупционной прокуратуры, но те заявили, что их еще не проинформировали о найденном здании. Вскоре детали предоставили в правительстве. Пресс-секретарь Даниэл Вода сообщил, что Кабмин анализирует варианты перевода антикоррупционной прокуратуры в бывшую штаб-квартиру Генеральной прокуратуры. В настоящее время это здание используется национальным органом по неподкупности и службой предотвращения и борьбы с отмыванием денег. Ведутся переговоры для поиска оптимальных решений, которые будут учитывать интересы и непрерывность работы всех вовлеченных учреждений. 15 февраля Высший совет прокуроров принял решение увеличить численность сотрудников антикоррупционной прокуратуры на 54 должности. Тогда руководитель учреждения Вероника Драголин заявила, что хотя решение принято, оно остается лишь на бумаге, поскольку власти не могут найти подходящую штаб-квартиру. Центр избирком одобрил смету расходов на организацию проведения конституционного референдума и выборов президента, которые состоятся осенью. На плебисцит запросят более 37 миллионов леев. По расчетам ведомства, голосование по почте обойдется примерно в 20 миллионов леев. Еще 3,8 миллиона предусмотрены для проведения президентских выборов. Это вдобавок к ранее одобренным 28 миллионам. Члены Центральной избирательной комиссии пояснили, что деньги нужны в том числе для закупки материалов и реквизита, а также на расходы избирательных бюро. Однако большая часть средств требуется на оплату содержания избирательных комиссий. В этом году они получат дополнительную надбавку в размере 10%, поскольку в один и тот же день состоятся два избирательных процесса. 20 октября Молдаванам предстоит выбрать будущего президента, а также ответить на вопрос, поддерживаю ли я изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Согласно решению Центра избиркома, в стране откроют 2000 избирательных участков и 209 за рубежом. Трое судей займут кресло в высшей судебной палате. 4 июня стало известно, что президент Майя Санду подписала декреты о назначении Стеллы Прокопчук, Дианы Станилы и Веорики Пуйко. Их кандидатурой главе государства предложил высший совет магистратуры. Пуйко начнет работать в ВСП после того, как истечет срок ее полномочий в Конституционном суде. Согласно законодательству, после реформы высшая судебная палата будет состоять из 11 профессиональных судей и 9 юристов. В прошлом году, еще до начала ветинга, 20 из 25 судей ВСП подали в отставку. Чтобы исправить ситуацию, высший совет магистратуры перевел в учреждение 8 магистратов и судов первой инстанции и апелляционных палат. До сих пор Уголовный кодекс предусматривал ответственность за формы госизмены, одной из которых была оказание помощи иностранному государству в осуществлении враждебной деятельности против Молдовы. Эта формулировка на практике была трудноприменима, так как следственный орган не мог установить, кто является врагом, предпринимающим враждебные действия. Депутат также уточнил, что право на свободу слова закреплено в высшем законе и его продолжат защищать. Кириак подчеркнул, что аналогичное положение существует в уголовном законодательстве Румынии, Франции, Нидерландов и других стран Евросоюза. Напомним, что 3 июня НПР Амнести Интернешнл Молдова выразила обеспокоенность по поводу нового определения государственной измены. Парламент одобрил этот законопроект 30 мая в первом и втором чтении, то есть окончательном. Исполнитель и директор организации Вячеслав Тофон заявил, что поправки могут нанести ущерб свободе слова журналистов. Он попросил парламент аннулировать закон, а президента Майо Санду не подписывать документ. Цены на горючее поползли вниз. Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило максимальную стоимость на 5 июня. Литр бензина обойдется в 24 лея 59 банов, что на 14 банов меньше, чем 4 июня. Дизельное топливо подешевеет на 10 банов. Один литр будет стоить 20,59. Наре устанавливает максимальные розничные цены на основные нефтепродукты, исходя из нескольких показателей. Учитывается среднее значение котировок плац за предыдущие 14 дней до проведения расчета, средний официальный курс национальной валюты по отношению к доллару США, принимается во внимание и удельная торговая наценка. Десяти фермерам из Молдовы выпал шанс отправиться на учебу в Германию и посетить Северный Рейн-Вестфалию. Фермеры по совместительству член немецкой сельскохозяйственной палаты Фридрих фон Шеренберг выразил готовность поделиться опытом и научить немецким технологиям. Обучение продлится до 7 июня. Фридрих фон Шеренберг вместе с сыном управляют примерно четырьмя сотнями гектаров земли. Они выращивают картофель, рапс, кукурузу, сахарную свеклу, горох и люцерну. Для орошения Фридрих используют грунтовые и поверхностные воды. Молдавские фермеры поставили цель – перенять опыт у немецкой сельскохозяйственной палаты, изучить инновационные технологии и внедрить их у нас в стране. После визита к немецкому коллеге, молдавские аграрии поделились эмоциями и впечатлениями. «Ну, впечатление сельскохозяйственной гектарии поделились в Молдава. Да, это требуется. В случае, когда мы хотим работать в Унии Европейская, мы должны работать на условиях в которые работают в Унии Европейской, потому что, с нашими условиями, в Унии Европейской, мы не можем делать. У нас была интересная встреча на фирмьер, который занимается бизнесом с успехом и занимается в группе, где все эти вопросы были обсуждены, и это очень важно. Семеные структуры должны быть необходимы, должны быть хорошо решены, должны быть компетенции на начале. Нужно сделать проект-пилот, в регионе, или сделать центральную камеру. Напомним, что 25 апреля парламент рассмотрел законопроект об организации и деятельности сельскохозяйственных палат. Инициативу поддержали 58 депутатов. Документ доработают после консультации с аграриями и лишь после этого рассмотрят во втором чтении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...